Не надо бояться Ни горных потоков, ни топей болотных, ни грязных подонков. Умейте всем страхом в лицо рассмеяться, Лишь собственной трусости надо бояться. Не надо бояться тяжелой задачи, А надо бояться дешевой удачи. Не надо бояться быть честным и битым, А надо бояться быть лживым и сытым. Умейте всем страхом в лицо рассмеяться, Лишь собственной трусости надо бояться. Умейте всем страхом в лицо рассмеяться, Лишь собственной трусости надо бояться. 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 Лишь собственной трусость надо бояться. Лишь собственной трусости надо бояться. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Одну минутку! Да! Здравствуйте! Здравствуйте! Дело, которое я веду, Павел Игоревич, требует анализа производственной обстановки. И поэтому я пришел к вам, как к начальнику лесопункта. Чтоб именно от вас услышать все, что вы знаете о Столетове. Вы понимаете меня? Все о Столетове. О Столетове. Это несчастье. Это огромное несчастье. Ведь Лея Столетова видел только один раз. Нет времени. У меня совершенно нет времени знакомиться с каждым работником лично. Поймите, вы имеете дело с человеком. Вы садитесь. Спасибо. Ой, нет, сядь вон там, а, в кресло. Стул развалится. Не могу давление. Ну, вы должны поверить, что вот этот человек, то есть я, который даст в скором времени стране идеальный трилевочный трактор. Хотя в 20 веке считается, что одиночка должен потерпеть обязательно поражение в конкретной борьбе с конструкторскими перо. Советская власть посадила на тракторы миллионы мужиков. Советская власть, собственно, начиналась-то с трактора. И потому нам сам Бог велел сгладить противоречия между человеком и машиной. Это я вам цитирую собственную статью, которую вам зарубили в областной газете. И довод. Вот здесь. Вы очеловечиваете машину. Вон она. Вот машина, которую ждут лесозаготовители. Вот ради этого я послал к чертовой бабушке, папу, маму, женщину, карьеру там разных, докторских наук. Приехал сюда, в Сибирь. Ну и видел кто-нибудь из власть имущих все это? Вы типичный образчик. Привычного мышления. Некомпетентных, а власть имущих. Не видел. Я пока не доволен сам своей работой. Задача состоит в том, чтобы создать машину, которая была бы психологически, понимаете, психологически совместима с человеком. Вы мне хотели рассказать о Столетове. Столетов был хороший парень. Я считаю, что мы с ним были в какой-то мере единомышленники. Он понимал гармонию человека и машины. Я вам расскажу сейчас. Вы знаете, он машину, трактор назвал Степанидой. Столетов, здравствуй. Говорят, ты тут что-то изобрел. Ну-ка, покажи. Да не изобрел. Покажи. Да ну, ну сделал тут кое-что. Ну, чтоб работать удобнее было. Так. Ну-ка, держи. Вот. А как ты учитывал линию тела и рассчитывал высоту рычага? Да не умею я учитывать и рассчитывать. Я тебе институт не поступил. На экзаменах провалился. А вы чего, Степанида? А? Степанида почему? А что, не похоже? Может быть. Ты знаешь, в чем разница между водителем автомобиля и водителем трактора? Нам ведь надо соединить заботу о заде с проблемой работающих ног и широких рабочих плеч. Понимаешь, это же трактор. Это трактор. Понимаешь, тут ведь что? Транспортировка человека, плюс транспортировка сопротивляющегося груза, плюс транспортировка работающего человека. О-о-о. Да-да-да-да-да. Идея, в общем, индуитивно правильная. Поступишь в институт, инженерами рождаются. Чего он приходил-то, Сухов? Он-то тобой интересовался. Да. Ты что, шалец, что ли, не видишь, куда прешь? Что оно у тебя, бешеная? Произвольное включение коробки передать! Ты ж меня сейчас чуть не задавил! Регулировать надо коробку передать, а не сиденье воно запретать! Кулибин! Дерьмо твое сиденье! Да, мыслящий был парень. Сиденье сочинил, в общем, перспективное. У меня к вам вопрос, если разрешите. Что это произошло с нашей родной советской милицией? Отчего она так терпима и лояльна к уголовникам? Или вы исключение из правил, уважаемый Александр Матвеевич? А вы фрукт, уважаемый Павел Игоревич. Я вот что хотел сказать. Пока вы один, как кустарь, тешьте свою изобретательскую страсть, конфликт между Столетовым и Гасиловым зашел так далеко, что, вероятно, мог явиться косвенной причиной гибели Столетова. Помилуй Бог. Вы о конфликте в первый раз слышите от меня. Что происходило? Что за конфликт? Озади тракториста думаете, а в душ ему плюете? Вы хоть понимаете, что у вас на лесосеке не все благополучно? Что значит неблагополучно? Я приказал организовать вывозку леса с кронами. Разрешил грузить на сцепы. На кубометр леса больше нормы. Перенес обрубку Сучьев на нижний склад. Так что, в чем дело? А дело в том, что ваши распоряжения не выполнялись. Не выполнены. И не будут выполняться. Никогда. Вы все перепоручили мастеру Гасилову. И не задумывались. Да я убежден, и сейчас не задумываетесь. Каким это методом? Он из месяца в месяц получает предельно высокую оплату. И не один. Других ведь тоже облагодетельствует. Каким это образом? За чей счет? Государственный? Почему вы считаете, что они получают не то, что заработали? Не перебивайте меня. Я слушаю вас терпеливо. Уголовник Заварзин, кстати, бывший уголовник, который, кстати, служит у вас, трактористом считает, что можно получать большие деньги не работая, а вы, начальник лесопункта, в это время трактор изобретаете. А вы мне можете объяснить, почему это 19, 20, 21 мая выработка на вашей лесосейке подскочила до 250 процентов? Не знаю. Но ведь возникает вопрос, есть ли связь между происшествиями 22 мая, то есть когда погиб столет. Я думаю, что именно в эти дни выработка у вас подскочила почти в три раза. Я не знаю. Значит, Гасилов скрыл от вас это. Почему? Не знаю. В поселке нет армянского коньяка. Уж не Гасилов ли вам его покупает? Маш, по-моему, это тебе подойдет. Длина чуть ниже колен, складки свободные. Здравия желаю. Здрасте. Здрасте. Анна Егоровна, спешу доложить. Женщину, которая вас в деревне распространяла клеветнические стуки, вызывал к себе в милицию и предупредил. При повторении понесет уголовную ответственность. Товарищ Суворова, здравия желаю. Здрасте. Вы и есть 1934 года рождения, русская служащая, ранее несудимая, урожен Кедровки. Да. Имеете троих детей. Имею. Вы и есть законная супруга Суворова Никиты Гуриевича. Да. Никиты Гуриевича, который так мешает и запутывает вести наше следствие. Это и есть гражданка Суворова Мария Федоровна. Хорошо. Товарищ из центра, товарищ из центра. У вас зарплата какая? 110. А детей? Трое. А в уголовном кодексе есть статья, карающая тюрьмой задачу ложных показаний. О, Никита Гуриевич, Никита Гуриевич. А передача в тюрьму, ой-ой, твердой копченой колбаски надо, сахарку, сальц. А белье? Принимают. Иногда. А в карты научат играть. Научат и оставят, в чем мать родила. Тюрьма мороз, а ты голый. Холодно. Товарищ милиционер, трища с центра. Тюрьма морозина. Тюрьма морозина. Тюрьма морозина. Да? Доброе утро, Тайсух. Спасибо. Спасибо. Кто здесь капитан Прохоров? Я. Вот вы-то и есть, капитан Прохоров. Но я вас жду в машине. Ну, поехали. Кривой берете. Кривой берете. Кривой берете. Покажите. Кривой берете. Продолжение следует. В тупом. Ответ. Покажите. Продолжение следует... 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 Что же заставило его прыгать здесь? Именно здесь. Как вы думаете, Николай Васильевич? Да что тут думать. Сами знаете. Но разве оболтать не будет? Заварзин его угробил. Сколько волка не корми. Хороший был парнишка. Таких ребят вообще мало. Вернемся к машине. Субтитры сделал DimaTorzok. Не надо. Опоздал. Нет. Нормально. Давай туда. Я знаю. Спасибо. Поехали. 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 Что же заставило его прыгнуть? Или упасть? Эй! Ты что?! А я смекнул, зачем ты под форму сел сел. Да неужто с этого обрыва. Ну, кто ж тут прыгает? Эх ты! Вот именно. Кто ж тут прыгает? Смерто-убийство. Ну, работенка. Слава Богу, все так кончилось. Хорошо. Начальство мое не виделось. Это точно. Садитесь. Славно на травке посидеть. Николай Васильевич, скажи, пожалуйста. Ты кого больше любишь возить? Гасилова или Тихнурка Петухова? Обоих люблю. Давайте отделим одного от другого. Оставим в стороне милейшего Петухова и остановимся на Гасилове. Так за что же вы его любите? За все. Когда я его из Угосилова, я из него душу вытрясаю. Как он сейчас из вас вытрясал. Не пойму, за что. А мне хочется понять. Все в нем противно. Как он руки потирает. Как он разговаривает с людьми бездельник. Да вот эти вот тапочки вот, я вот из-за него ношу и для него. Почему же? Как почему? Неужто непонятно? Да Гасилов целыми днями рассиживается, да раскатывается. А чем мы хуже его? Ну, наш тебе, сукин сын, тапочки. Мы тоже умеем барствовать и нам тоже наплевать на весь белый свет. Теперь понятно? Понятно. Ну вот. Про precisa. Ой! Эх. 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 Эх, ты так же Bib lại. У города Уго и mother, девопеда просто п ah ю pages nein, мне твое пашка через 2 300 ммм с vernелым. Здравствуйте, Евгения Сергеевна. Я капитан Прохоров Александр Матвеевич. Можно поговорить с вами? Проходите. Спасибо. Сюда, пожалуйста. Евгения Сергеевна, мне трудно было прийти к вам. Старался не беспокоить вас. Не удалось мне пока найти ничего определенного. Продолжение следует. Это Женина комната. Женя вырезал портреты негров и собирал карманы и фонарики. Почему? Да. Зачем? Вы знаете, я однажды прочла ему книгу «Хижина дяди Тома». И эта книга произвела не очень большое впечатление. И после старого Тома он стал вырезать портреты стариков-негров. Потом позднее он говорил, что эти портреты не дают ему быть беспричинно счастливым. Женя ведь рос без отца. И когда его воспитывал дед, Женя так и называл, мой героический дед. Он очень любил меня провожать на работу и зимой, и летом до больницы. И вот однажды, когда мы ему купили новую шубку... Игорь Негода. Тома «Хижина дяди Тома» Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А в особенности дед А Викентий Алексеевич Радин Да, да, да Учитель очень имел на него большое влияние Это из-за него он начал коллекционировать фонарики Женя называл его комиссаром Подражал ему Скажите, Евгения Сергеевна А когда Женя узнал, что Людмила собирается замуж за Петухова? Это сплетни Людмила вовсе не собирается замуж за Петухова Нет-нет, Женя не имел от меня тайн Он очень любит Гасилову Не любит, а любил Неужели его столкнули? Впрочем, какое это имеет значение? Любит Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Здравствуйте, товарищ Прохоров. Добрый день, Егор Семенович. Кажется, вы хороший работник и человек. Я хочу сказать, товарищ Прохоров, что моего внука не могли столкнуть с поезда. Мой внук сам сорвался с подножки. Евгений не верит в смерть сына. Я не могу подражать ей. Я старый солдат, врач. Я знаю, смерть всегда выбирает лучших. Мне надо умереть было раньше Женьки. Егор Семенович, вы не знакомы с этой Жениной речью на комсомольском собрании? Почему ребята были так решительно настроены против мастера Гасилова? Посмотрите, как тут сказано с Женей. Я предлагаю принять решение помочь нам уволить. Снять с должности Гасилова ПП. Уволить? Расстрелять, говорил Женька. Расстрелять из пулемета системы, Максим. Грош цена отцам, если они кричат наследникам, что они инфантильны. Я тоже считал Женьку инфантильным, его приятели. Чего ждешь? Почему не борешься с ним? Школьного образования не хватает, говорил он, чтобы разобраться в делах лесопункта. А надо было разбираться? Надо. Дед, помоги, говорит, выдвинуть обвинение против Гасилова. Изволь. Пункт первый, обмещанивание. Пункт второй, уход от борьбы. Пункт третий, прирожденчество. И что ж, Женя? Мой революционный дед, как ты не понимаешь, что тебе было легче. Этот белый, этот красный, этот зеленый, а Гасилов бесцветный. Сидеть и не уходить. Ну-ка, я бы... Ну-ка, что ты здесь? Чего ты? Ну, потом зашли мы к Сашке, а у него знали, что это фон на транзисторах. Ну, мы как запустили, там соседи сбежали. А ты что делаешь? Ну, я Санечка гуляла. Санечка, да, знаем. Ну, а потом, куда пошла? На танцы. На завтра, понятно? Пойдем. Грашка, я тебя жду, вы чтите. Прошу. Здравствуйте. Кто это такой? Понятия не имею. Ну, кольца раненые, скачет, скачет, скачет и падает. Спецнадцатый. Пойдем, пожалуйста. Спецнадцатый. У вас как говорят? У нас у пятнадцатые. А у нас восьмый. У нас у всех. Так вот и все. Добрый вечер. Здрасте. Ты чего тут сидишь один? Да вот, рисую. Ага. А у меня к тебе вопросы появились, Андрей. Да-да. Новый и важный вопрос. Андрей. Вы мне в прошлый раз рассказывали, что возвращались в лесосеке в одном поезде, за Варзином. А когда вы с ним расстались? Или он сбежал от вас, чтобы вернуться обратно на лесосеку? Да что сбежал? Приехали мы с ним в поселок. Счастливо-счастливо. Давай. До свидания. Счастливо-счастливо. Вот кем-то мне рассказывали, на международном конкурсе лесорубов победил такой маленький, незрачный лесоруб. Как ты, с топориком. Его спрашивают, вы откуда приехали? Он говорит, из Сахары. Да там же леса нет. Он говорит, ну вот теперь нет. Поняла, Соня, да? Пока. Пока-пока. Он мне четвертый раз это рассказывает. Здравия. 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 Ой, как вовремя. Привет. Давай, руки мой. У меня все готово. Аркаш, сегодня мама письмо прислала. Зовет к себе в гости. Давай съездим в отпуск. А то уж какой год и не можем выбраться. Правда. Ты сейчас садись ешь, а я за Петкой в садик сбегаю. Да еще в магазин зайти надо, а то Поля говорила, какие-то костюмчики детские завезут. Мы посмотрим, может, купим. Ну давай, садись, пока горячий, Аркаша. Ой, сметану-то забыла. Что, устал сегодня? Аркаша, обедать. Садись. 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 Вот что, Андрей, завтра найди ребят. И в 21.00 зайдите ко мне. Садись. 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 Лидочка, у нас гость Знакомьтесь, пожалуйста, это моя жена Лидия Анисимовна Вас увеличают Александр Матвеевич Очень приятно, проходите, пожалуйста Александр Матвеевич занимается делом нашего погибшего ученика и друга Да, знаю У нас все известно Деревня есть деревня Технорук Петухов только входил к вам А уж вся деревня говорила, что его заарестовали Ну Может быть, чаю? С удовольствием Викентий, я сейчас приготовлю Да-да, сделай что-нибудь Располагайтесь, Александр Матвеевич Спасибо Ну что, разглядели меня? Война Задавайте ваши вопросы Викентий Алексеевич А что вы думаете о гибели Жени Столетова? Трудно сказать Я и сам мучаюсь и до сих пор не могу найти ответа Он очень часто не знал Края своих поступков У него был характер У него был характер импульсивный Взрывной Не случайно я его воспринимал Знаете, в красном цвете Вот И Лидочку я воспринимаю в красном цвете Ну, Викентий Это скорее молодость Должен сказать, что Я очень немногих людей Воспринимаю в определенном цвете Сколько людей, столько и оттенков Викентий Алексеевич А вы что-нибудь знаете О Жениной коллекции фонариков? О-о-о Это ему было Лет десять Он тогда пытался Понять, как я ориентируюсь в темноте Ну и начал Бродить ночами по поселку Однажды наткнулся на какой-то сучок Разбился, испугался Ну С тех пор начал собирать фонарики Детство Интересно А в каком же цвете вы воспринимаете Петра Петровича Гасилова? Гасилова? Ну Я его ни в каком цвете не воспринимаю При встрече я его даже не узнаю До тех пор, пока он не скажет первое слово Двадцать второго мая Что-то происходило на Лисосеке Именно на Лисосеке Вы не знаете Что, Викентий Алексеевич? Увы, что происходило Двадцать второго мая на Лисосеке Мне неведомо Ну вот Ну вот Примерно полгода назад У меня, Жене, произошел Крупный, ну если преувеличить Философский разговор Здрасте А, Женя, здравствуй О, мороз жуть Ну, можете поздравить меня Становлюсь Круглым дураком Да-да, дураком Мыслить отвык А принимать самостоятельные решения Просто не могу Так уж и круглый Что случилось-то? Ничего Я робот Робот, носящий кличку Евгений Столетов Ну-ну Вы знаете, что такое информация? Вот в меня вложились Столько разнообразной информации Что я не могу самостоятельно мыслить И принимать решения Вот я сегодня думал О Гасилове С Людмилой поссорил Ну при чем с Людмилой? Ну при чем с Людмилой, Викентий Алексеевич? Я сейчас не про Людмилу Я же о Гасилове Так вот он много сложней Нежели мне Со всей моей обширной информацией представляется Обширной информацией Ну вот чему меня учили в школе Как пользоваться логарифмической линейкой Помню Цикл Корно тоже помню А элементарно Как соотнести норму выработки С объема хлыста на списочного рабочего Черт его знает Темный лес Ну и что же ты предлагаешь? Превратить школу в лесотехнический институт? Не надо превращать школу в лесотехнический институт Ну сейчас что? Сейчас век научно-технической революции И нужно обучать хотя бы Ну зачаткам основам экономических знаний Я же сальдат Бульда отличить не могу Вот вы улыбаетесь А Аркадий Заварзин, который восемь классов не кончил Треть жизни провел в тюрьме Вот он в экономике лез с заготовок Разбирается прекрасно Черт Ой, же не чертыхась Простите Тебе только кажется Что ты отвык самостоятельно мыслить А вот то, что ты сейчас поднимаешь эти вопросы Да еще с таким волнением Вот это и есть Самостоятельное мышление А где ты ее, между прочим, получил, а? В школе, друг мой, в школе Увы Вопускники Великолепно Разбираются в логарифмических линейках Считают прекрасно Но очень часто Очень часто Не знаю, сколько стоит килограмм орловского хлеба А ну быстренько А ну быстренько Сколько стоит килограмм орловского хлеба? Не знаю Ну так вот, во-первых Не путай получение информации с образованностью А во-вторых А во-вторых, ты, по-моему Ты, по-моему, что-то преувеличиваешь Я ничего не преувеличиваю Вот сегодня были морозы Мы работали еле-еле Посмотрите на доску Норма выработки выполнена Я же ни черта не могу понять Вот в махинациях этого Гасилова Хотя я точно знаю, что он ими занимается И для собственного благополучия Так ну на кой черт мне нужен мой интеллект? Мне что, шубу из него что лишить? Что-то все О Гасилове, о Гасилове А ну расскажи поподробнее Поссорили что? Это все, что я могу сказать Нет доказательств Нет Но мы ж комсомольцы Мы ж чувствуем ответственность За то, что происходит у нас на участке Да это верно Комсомольцы всегда чувствовали ответственность Трудную минуту Конечно Точно Гасилова подвели морозы Вот так было полгода назад Извините, Викентий Тебе уже пора Режим Десять часов на прогулку Может пройдемся? С удовольствием Спасибо большое Не за что Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну, если это вам интересно, Александр Матвеевич, вот, например, технорука Петухова я воспринимаю в сером цвете. А Людмилу Гасилову? Людмилу Гасилову? Людмилу Гасилову, пожалуй, в зеленом. Вот как? Очень интересно. Ну, знаете, это не просто мои фантазии. Скажите, пожалуйста, это какое-то ощущение цвета, наверное, потому что так представляется. Тишина, тишина. И вот вдруг кудок паровоза, потом шум колес и звуки уходящего поезда. Вы никогда не замечали, что эти звуки рождают в нас чувство... чувство далеких расстояний, других городов, чужих земель. Я ведь каждый вечер прихожу на эту скамейку. Викентий Алексеевич, а я ведь отношусь к тем людям, которым палец в рот не кладут. Если вы этого не знали, сейчас узнаете. Викентий Алексеевич, а вы не смогли бы опознать человека? Ну, вот так, как, например, вы сегодня узнали меня, который прошел бы мимо вас. Ну, что я вам могу ответить? Викентий Алексеевич, если вы ежедневно по вечерам приходите на эту платформу, вы могли быть свидетелем того, что с поезда, на котором ехал Столетов, сошел один единственный человек. Понял вашу мысль. Вы знаете, 22 мая мимо меня действительно прошел человек, спрыгнувший с поезда. Это мог быть и Заварзин, но ведь я его не знаю. А мы проделаем эксперимент. Соберем пять известных и неизвестных вам людей, среди них будет и Заварзин. Я могу ошибиться. А когда вы думаете это все проделать? Да хоть завтра. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...